Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. В этом видео пойдет речь о бесплатном плагине на WordPress, который позволит сильно оптимизировать и ускорить ваш сайт, если вы используете видеоролики с YouTube. Данный плагин позволяет асинхронно загружаться видеороликом, применять к видеороликам атрибут lazy load, то есть плавная подгрузка, и ролик будет загружаться на странице WordPress только тогда, когда пользователь нажмет на значок play, то есть нажмет на значок воспроизведения ролика. Давайте посмотрим в этом видео, что за плагин и как его настроить. Если вы часто используете видеоролики YouTube на вашем сайте WordPress, вы знали, что загрузив хотя бы один ролик YouTube на страницу, то конкретная страница будет сильно тормозить. Это легко можно проверить через Google PageSpeed Insight – измеритель скорости сайта. Вот так вот для мобильных устройств выглядела эта страница без оптимизации видеоролика YouTube. А вот так вот она выглядит, включив и настроив очень просто и легко бесплатный плагин, который оптимизирует ролики с YouTube. Это необходимо сделать, представьте, что вам нужно разместить в одну статью 10 или больше роликов YouTube. Представьте, как будет сильно тормозить сайт. Как это работает? Если вы в статью WordPress просто вставили ссылку YouTube, то весь YouTube подтягивается на ваш сайт и тормозит сайт. Плагин, который мы сейчас с вами рассмотрим, он делает простую вещь. Он делает отложенную загрузку видеоролика YouTube. То есть по факту человек, зашедший на эту страницу, он видит ролик, но он видит как бы значок ролика. Но подгружается сам плеер YouTube только тогда, когда пользователь нажмет на кнопку Play. Только тогда видеоролик запускается. Вот страница данного плагина. Плагин, как я уже говорил, бесплатный. Он установлен на моем рабочем сайте VideoRoki.com. И давайте посмотрим его настройки. Ссылку, кстати, на этот плагин я оставлю в своей статье на своем сайте fedorvasiliv.com. Плагин после активации установки будет находиться на стройке. Вот она, Lite YouTube. Вот его позиция здесь. Разработчик здесь русскоговорящий, поэтому интерфейс весь на русском языке. Первый ключ, вот это. Это нужно только для того, то есть это IP YouTube, для получения информации о каждом видео. Чтобы ваш сайт использовал этот IP, вам необходимо зарегистрироваться. То есть здесь есть ссылочка, на которую можете перейти и зарегистрироваться. Свой сайт в качестве нового приложения. Включите для него IP YouTube, получите ключ сервера и заполните его здесь. Вот здесь. Я этого не делал. То есть это действие для ввода ключа относится к микроразметке роликов, для SEO-оптимизации роликов с вашего сайта. То есть для лучшей SEO-оптимизации сайта, чтобы лучше находили вас через поисковую систему Яндекс. Микроразметка здесь включается просто путем использования микроразметки в положение «Да». Описание, описание видео по молчанию для микроразметки вы можете не заполнять. И вы можете не получать ключ IP здесь, не заполнять здесь ключ. Микроразметка для всех роликов все равно здесь включена. Просто если вы не поленитесь и подключите IP сюда и проставите здесь ключ, то микроразметка будет просто подгружаться более полная. Например, как размер роликов, описание, длительность роликов. И вот это описание можно не заполнять. Все описание будет автоматически подтягиваться, если вы получите ключ и проставите его здесь. Это поле нужно только тогда, если, например, информация не подтягивается полная через IP, тогда здесь можно прописать вручную информацию для микроразметки. Тайм-аут здесь стоит 5, можно оставить по умолчанию. Использовать микроразметку. Вот как раз таки да или нет. А дальше идут как раз таки настройки для оптимизации. Использовать отложенную загрузку Lazy Load. Естественно, вставляем да. Добавить атрибут Loading. Lazy для предварительного просмотра. Обязательно включаем. Использовать асинхронную загрузку. Да. Тоже все направлено на оптимизацию роликов YouTube. iFrame Support. Эта опция нужна, чтобы включить, если вы хотите встраивать прямо iFrame код YouTube с отложенной загрузкой. Качество предпросмотра. Ну, я выбрал автоматически. Размер плеера, который у вас получается, ну, вот так вот, в каком размере он тут у вас отображается. У меня автоматически размер плеера адаптивный. 16 на 9. Стандартный вариант. Вы можете выбрать, если это нужно, какой-то другой вариант. И не забудьте нажать на кнопку «Сохранить изменения». Если вы уже много роликов загрузили в разные статьи, а плагин установили только сейчас, на вкладке «Инструменты» можете нажать «Очистить кэш», «Поставить птичку» для всех записей. И «Сохранить изменения». Обязательно это надо сделать, да, чтобы ко всем роликам применилась вот эта вот лейзи-лоуд и асинхронная загрузка. И здесь остаются вкладки «Контакты». Можно написать разработчику в Telegram. И плагины от этого разработчика, этого автора. Небезызвестный Курт Олад. Транслитерация заголовков, да, и другие плагины. Продолжение следует...